МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Износ труб 100%. Уфа-водоканал объяснил причину частых аварий. В Башкирии установили освещение на опасном участке трассы. Звезды Тугантел для народа. Как прошел праздник для жителей Башкирии. Где находится дом Шаляпина в Уфе и какое будущее его ждет? Такие гейзеры для Уфы 2023 года не редкость. Они бывали и ранее. Но в этом году их стало особенно много. Причем коммунальные службы даже не успевали их устранять. Некоторые ручьи лились по две, а то и три недели. Например, прорыв на Бокалинске устранили только спустя три недели. Более того, многие прорывы ликвидировали. Но спустя месяц ровно в том же месте вода снова прорывалась на поверхность. Так было на улицах Кирова, Комсомольской, Айской и ряде других. Причины тому – износ труб водоснабжения, говорят в Уфа-Водоканале. Водопроводные сети города Уфы, находящиеся на балансе ГУП РБ Уфа-Водоканал, в большинстве своем введены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века. ГУП РБ Уфа-Водоканал эксплуатируется 1876 километров водопроводных сетей. С каждым годом износ сетей увеличивается, что приводит к возрастанию количества утечек. В настоящее время износ составляет 100%. Также наблюдается сезонность увеличения утечек. В текущем году износ труб привел даже к обрушению асфальта на оживленной дороге. На улице Блюхера обрушился свод канализационного коллектора, после размыло грунт и в итоге образовалась большая яма. В Уфа-Водоканале говорят, что ежегодно устанавливают новые трубы. Но на полную замену не хватает финансирования. На 2023 год запланирован ремонт 19 объектов по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, 24 объектов по специальному казначейскому кредиту, 25 объектов по программе Фонда национального благосостояния, 12 объектов капитального ремонта в рамках производственной программы ГУП РБ Уфа-Водоканал. Приехали в обширный частный сектор на склоне реки Белый. В разное время здесь расположились десятки разномастных домов. Но историков и краеведов интересует один единственный. Тот, в котором в свое время жил известный русский оперный певец Федор Иванович Шаляпин. В доме номер один по улице Гоголя Федор Иванович снимал комнату во время гастролей. В 1890 году он выступил в Уфе с партией в опере Галька. Тогда певцу было 17 лет, и в Уфе он прожил меньше года. О пребывании артиста в городе помнят, но сейчас об этом почти ничего не напоминает. То, что касается дома Шаляпина, ну, пару раз спрашивали. Ну, так как тут указателей как бы и нет, и, в общем-то, место не обустроено, мало кто интересуется. Да, мы как бы в курсе, что администрация выкупила здание под музей Шаляпина. Он как бы в другом месте вроде будет располагаться. А у них часто ходят туристы какие-нибудь? Ой, они плутают, туда вниз ходят, там, ну, приходят. Бывает, что это ищут они. Бывает, ну, плутают здесь, видите, все перекрыто теперь. Последний раз наша съемочная группа бывала здесь 6 лет назад. И с тех пор здесь практически ничего не поменялось. Возможно, только забор стал немного надежнее, и теперь он скрывает дом от любопытных глаз. Жильцы дома разрешили нам поснимать за забором, но в кадре оставаться не пожелали. Поэтому мы не стали их лишний раз беспокоить. Здание не сохранилось в изначальном виде. Жильцы поменяли крышу и убрали балкон. В 1992 году дом признали объектом культурного наследия. В 1996-м решили открыть там дом-музей, но работы так и не начались. Еще одна попытка сделать из частного дома музей предпринималась в 2014 году, но и тогда ничего не вышло. Сейчас дом жилой, но на его охранный статус не указывает даже табличка. В августе башкульт наследия утвердила предмет охраны дома. Эксперты включили в предмет охраны местоположение здания, объемно-пространственное решение объекта и декоративное убранство. Нам сообщили, что дом сильно изменился еще в ранние годы, и фотография его первозданного вида в ведомстве не сохранилась. Весь остальной район южного склона неблагоустроен. Люди жалуются на отсутствие нормальной дороги, которая вела бы к их домам, и на шум, который доносится с набережной. Строительство кампуса, например, нам каким боком вышло. Поставили ограждение, перекрыли выход в сторону телецентра, куда мы привыкли кратчайшим путем добираться до объектов важной социальной необходимости. Сделали карусель, и карусель работает до двух часов. Вы представляете, что они очень слышны, вообще не спать невозможно. Когда жарко, окна невозможно отказать, вообще невыносимо. Перекрыли дорогу, мы вот сейчас, видите, как мы ходим, в обход ходим. В мае 2023 года стало известно о том, что власти республики приобрели за 20 миллионов рублей усадьбу братьев Соловьевых на улице Свердлова. Там весной 2024 года планируется открыть музей имени Федора Шаляпина. Получается, что дом на Гоголе даже не рассматривали для музеификации. Возможно, потому что он до сих пор жилой, и расселение с реставрацией обошлось бы гораздо дороже. Если улица освещена, кратно снижается количество ДТП на данных участках улицы. С наступлением сумерек на автодороге, проходящей через Благовещенск, наконец-то зажигаются огни. Трасса Уфа и Наул уже давно пролегает через город, из года в год создавая аварийную обстановку за счет своей неосвещенности. В целом, вообще ночью тяжело ездить, потому что еще много пешеходов ходит по трассе. И вот на этом перекрестке, на перекрестке с шоссейной, часто аварии случались из-за того, что не видно, и получается, не успевает среагировать водитель на какое-то препятствие. Ранее трасса не считалась частью города, а плавно его огибала. Сейчас же вокруг нее активно развиваются микрорайоны, что сделало ее чуть ли не самой оживленной транспортной артерией Благовещенска. Из-за этого увеличился как трафик, так и количество пешеходов. При этом погруженная в темноту дорога часто становилась местом ДТП. Решение данного опроса заняло некоторое время. Мы ежегодно обращались в Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан с просьбой организовать освещение вдоль трассы, проходящей как раз наш город. Нашу просьбу услышали. Достаточно оперативно мы реализовали данный проект по строительству освещения. Буквально за несколько месяцев вдоль дороги появилась система освещения из 166 опор и светильников и 5 километров нового кабеля. В реализацию проекта вложили 40 миллионов рублей. Однако на этом благоустройство трассы не закончилось. Кроме того, за последние три года, по нашей просьбе, было установлено два нового светофора для удобства въезда и выезда на данную трассу. Был построен надземный пешеходный переход. По словам представителей администрации, в Благовещенске уже освещены 90% улиц, за исключением некоторых новых районов. В их число входит и микрорайон Северный, в котором уже заключается трехлетний контракт по монтажу систем уличного освещения. В остальном сеть освещения модернизируется каждый год. За последние три года у нас уже порядка 500 светильников, даже более 500 светильников установлено в городе дополнительных. Мы работу ведем полномерно, также заменяем мы старые натриевые лампы на светодиодные. То есть работа у нас ведется поступательно. Все-таки освещение – это в первую очередь безопасность людей. Аня Шшакова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Воскресным вечером 20 августа заводная музыка заполнила экопарк Зуралья в Сибае. Так стартовал большой концерт звезд телеканала «Тугантел», организованной компанией «Уфанет». Уже с 2018 года этот совместный проект радует жителей городов и поселков Башкирии. Мы, как компания «Уфанет» появились в 2021 году в Сибае. И с тех пор очень полюбили этот город. Ежегодно проводим какое-нибудь обязательное мероприятие для этого города. В этом году выбрали «Тугантель» как национальный праздник, как праздник, который однозначно должен зайти жителям за Урали. Я сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Я вижу людей, которые танцуют в толпе. Вот этот кайф, адреналин, который они получают, испытывают. Это повод развеяться, отдохнуть в череде рутины, всех событий. Они просто приходят и расслабляются, получают удовольствие. Знакомые жителям республики песни о семье, любви и родной земле звучали весь вечер практически без перерыва. Праздник не закончился даже после захода солнца. Музыка нашего народа, потому что она такая прекрасная, это музыка, которая может сучаться до наших семейцев. Это наша культура и башкирский язык, один из родных языков, мой родной язык, который нужно нести народ. Наши артисты молодые, все скучно. Ну, Кальбина Кизярова знаем, да, Фария Казалова, мы их слушали, да, их знаем. Это моя родная музыка, и она как бы меня вдохновляет, поживает, например. Сибая нужен праздник, такой вот открытый, под открытым небом. Песни одна за другой лились со сцены, а жители и гости Сибая их охотно подхватывали. Сами артисты башкира-татарской эстрады, которые приехали на Тугантел, рассказали, что на концерте чувствовалась своя особенная атмосфера. Сейчас говорю, первый раз в Сибае, очень так волнительно, и очень хотелось приехать. То, что на свежем воздухе выступать, это другая атмосфера, чем в зале. Здесь больше энергетики. Очень люблю такие выступления на открытом воздухе, когда на большой площадке работаешь. Это встреча со зрителем, особенно вот на старые такие ретро-песни, очень хорошая реакция у людей. Зрители такие теплые. Мы немножко как бы побаивались, потому что не так часто выезжаем за Урали, башкирские края, в основном мы как бы поближе к Уфе ездим. Все прекрасно, нам все нравится. Дай Бог, чтобы всегда было так. Чтобы, как говорится, никогда не разделяли эти два языка, татарский, башкирский. Мы всегда понимали друг друга. И нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Праздник завершился затемно. Гости покидали его с улыбками на лицах. Следующий концерт «Угантел» пройдет в Бураево 25 августа. Любимые исполнители снова соберутся на сцене, чтобы еще раз порадовать слушателей песнями на родном языке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»